МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже на построении понятно, что шестиклассники настроены серьезно. Для них подготовили шесть этапов. Все они практически требуют особых знаний и подготовки. Впрочем, для школьников Сургутского района задача не самая сложная. Ведь в образовательных организациях профилактическая работа ведется непрерывно. При проведении профилактической работы в образовательных учреждениях, когда мы выезжаем, мы проводим занятия как с начальными классами, так и со старшими. В целом дети прекрасно знают, как себя вести, знают номер телефона пожарной охраны, куда необходимо сообщить, знают действия, какие необходимо предпринять. Квест на знание пожарной безопасности в Сургутском районе проводится впервые. Его совместно придумали и организовали специалисты администрации из управления ГОИЧС, отдела надзорной деятельности МЧС и общественная пожарная дружина «Огнеборец». Школьникам предстояло пройти шесть этапов. Это такое комплексное большое мероприятие, которое включает в себя сразу шесть этапов. Это будут и VR-очки, это будет эвакуация из максимально приближенных к пожарным условиям, это будет и медзнание, медпрактика с помощью пострадавшим, это будет еще у нас и стрельба проходить. Многие задания школьникам были уже хорошо знакомы. К примеру, строевая подготовка или стрельба. Эти шестиклассники входят в юноармейское движение, а потому особо интересуются работы спасателей, медиков и военных. Некоторые участники даже сделали для себя профориентационные выводы. Было необычно. Благодаря тому, что я ездила в Пытьях, я многое уже как бы знала. Сегодня было больше как медицины. Я хотела раньше стать врачом, а сейчас я могу передумать и быть МЧСником. Власти Сургутского района совместно со спасателями, пожарными службами проводят большую профилактическую работу среди несовершеннолетних. И это не просто лекции о том, что спички детям не игрушки, а комплексные практические мероприятия, которые интересны детям. Муниципалитет выделил средства на покупку специального оборудования современных тренажеров. Как, например, палатка с эффектом задымления или виртуальные программы, специальные манекены и многое другое. Показывает практика. Это и по количеству пожаров, и по пострадавшим, что необходимо прививать молодежи технику безопасности в пожарные части. И также патриотизм, гражданская оборона сейчас очень все востребовано, нужно и необходимо. Эффект от профилактической работы уже очевиден. За последний год в Сургутском районе не допущено ни одного случая детского травматизма при пожаре. Всем молодец, давайте сейчас.